Всем привет! Снова я с вами. Как и обещала, это видео будет о покупках, так что давайте приступим. Покажу то, что успею, потому что, наверное, камера разрядится в скором времени, поэтому не будем затягивать. Начну также с волос по привычке и приобретала вот такой вот шампунь. Да, он уже пустой у меня, как я и говорила. Есть продукты, которые уже у меня закончились, потому что я их очень быстро, во-первых, использовала за счет того, что они не очень экономичны были. Вот такой вот шампунь у меня был от Johnson's. Хотела очень попробовать. Этот шампунь перед сном помогает малышу быстрее заснуть и крепче спать. В сиреневой упаковке он идет, по-моему, с какой-то лавандой или с чем-то таким вот именно успокаивающим. О самом шампуне. Мне не нравится упаковка. Она, наверное, сделана от детей, потому что очень тяжело открыть ее, даже за счет того, что здесь, в принципе, все сделано довольно-таки удобно, но открыть ее очень тяжело. Шампунь творил вообще беспорядок с моей головой, с моими волосами, потому что от него у меня волосы были жесткие. Даже когда я использовала бальзам, хотя бальзам у меня тоже не очень хороший был, но все равно какое-то смягчение должно было быть, но его не было. Этот шампунь просто превращал мои волосы в солому. Хотя я считала, что это детский шампунь, да, и он должен именно промывать кожу головы, да, и делать волосики мягкими, потому что это же ребенок, у него и так они мягкие постоянно, а шампунь еще мягче должен их делать, и запах должен быть приятный. Но запаха никакого практически, и волосы делал соломой. Мне это не нравилось, но одно хочу сказать в его защиту, то, что очень хорошо промывал кожу головы. Вот именно с первого раза. Даже когда я очень долго не мыла волосы, к примеру, там времени нет, да, я там заработалась, я там занята своими делами, и обычно, когда у меня грязная голова, да, я беру, делаю хвост и заплетаю косу. Это моя стандартная процедура, и когда я так делаю, особо ничего там не заметно, какая у тебя голова, грязная, не грязная. Поэтому после таких вот процедур, когда я очень часто заплетаю в косу, у меня волосы путаются, и этот шампунь ничего вообще не делал, не распутывал волосы, не смягчал их как-то, вообще ничего. Но хорошо промывал кожу головы, за это ему, конечно, большой, огромный плюс. Хотя бы это он делал. Еще также у меня закончилась маска, я брала от бабушки Агафьи, яичная, питательная. В общем, я так понимаю, ее нужно было наносить на кожу головы, но я не знаю, что она должна была делать с кожей головы, если даже на кончике она нихрена не делала, вот честно. Я не знаю, это тупо вот просто зря потраченные деньги. Я, честно, я пожалела, даже после первого, второго применения, я пожалела просто потраченных денег. Она стоила так же, как стоил, вернее, бальзам от Планеты Органики. Лучше бы я его взяла, честно. Негативный результат, тоже результат. Мне не понравилась вот эта вот именно маска, не советую ее, так что берегитесь. Перейдем к продуктам для лица. Покупала я вот такую вот умывалку, средство для умывания. Это у нас от Диадемин, крем-гель для умывания, сужающий поры с витамином, удаляет загрязнение и сужает поры для всех типов кожи. В общем, что могу сказать? Я насмотрелась как-то видео одной моей любимой блогер, и она показывала одну из умывалок от Диадемин, но, по-моему, синюю, если я не ошибаюсь, такую синюю упаковку и прозрачную. Такую я не нашла. Нашла зеленую, зеленая я не помню, с чем была. И мне она не понравилась, она мне не подходила, в общем. И нашла вот эту. Думаю, ну ладно, возьму. Когда уже взяла, она там, кстати, бюджетно стоит, что-то около 150 рублей, 150 рублей. В общем, 150 миллилитров, как бы вообще это один к одному, и вы не тратите больше денег, правильно? В общем, все идеально, если бы, когда я пришла домой, здесь написано, способ применения, наносить на кожу лица, избегая области вокруг глаз. В общем, я люблю средствами для умывания смывать макияж. Этим средством смыть макияж не получится, потому что его нельзя наносить на область вокруг глаз. В целом, хочу сказать, я, конечно, расстроилась из-за этого факта, но в целом, само средство для умывания очень неплохое. Как вы видите, я его уже изрядно попользовала, и у меня уже меньше половины осталось, сужают поры неплохо. На полдня где-то этого эффекта хватает, даже больше, чем на полдня, потому что я работаю сутки, и вечером, когда уже умываюсь, где-то в 11 ночи вот так вот. Запах, кстати, у него такой нейтральный, ничего такого необычного нет, ярко выраженного тоже и навязчивого нет, но когда вы наносите на лицо, немножко ощущается вот этот вот запах салициловой кислоты. Тут даже, кстати, она в составе, по-моему, есть. Так что, в принципе, для тех, у кого жирная кожа и комбинированная, могу посоветовать. Еще я приобрела вот такое вот масло, очень было наслышано про него, когда оно только появилось, «Роскошь питания – экстраординарное масло». От L'Oreal все о нем знают, все о нем слышали, даже те, кто блогер и кто не блогер. В общем, выглядит бутылек вот так вот. Он идет с такой вот пипеткой. Здесь, в принципе, одной вот такой вот пипетки. Мне хватает на все лицо, за глаза и за уши. В принципе, намазать и на кожу, на шею, и на область декольте мне хватает вполне одной пипетки. Запах у него, кстати, тоже что-то лавандой отдает немножко. Как-то приятный такой запах. Не знаю, мне нравится. Моему молодому человеку, кстати, запах не очень понравился. Свойства его мне тоже нравятся. Но кожа у меня немножко к нему привыкла, и я его пока отложила. Как вы можете заметить, да, я уже больше половины использовала. По мне видно, что я никак меня не повело, ничего со мной не случилось, поэтому масло неплохое. Мне оно очень нравится. Исключительно пользовалась им на ночь. На область вокруг глаз, кстати, его нельзя наносить. И знаете, что хочу сказать? Я использовала его в холодные дни, когда вот дождь, сыро на улице, когда холодно на улице, в холодную погоду. Использовала под макияж. Вот такая вот вещь, даже при том, что у меня жирная кожа, мне вот просто, я в шоке была, мне понравилась кожа такая, когда вот бибикрем наносишь, или сисикрем, кожа такая холеная, такая гладкая, ровная, просто супер. Главное просто, если у вас жирная кожа, когда вы его нанесли, дать ему впитаться, ну не знаю, минут 15-20, да, у меня, допустим, впитывается оно полностью практически, остается какой-то такой слой верхний, небольшой. Если у вас много его осталось на лице, можно немножко салфеткой бумажной пропитать лицо, и как бы снять верхний слой. В общем, мне нравится, я им довольна, не знаю, буду покупать еще или нет, потому что хочется что-то новенькое попробовать, но если вдруг что, то я буду иметь в виду, что можно его приобрести. Кстати, на него часто очень скидки бывают в магнит косметик, я видела недавно, 300 рублей стоило. Я его, кстати, тоже за 300 рублей по скидке брала в свое время, потому что мне его хватило надолго, девочки. Это просто нонсенс, это масло я использовала, по-моему, около полугода, оно у меня уже очень давно, я просто говорю, у меня не было возможности снимать видео, поэтому многие продукты у меня и закончились, вернее, многие средства и закончились, и некоторых уже даже и нет. Вот, например, как вот такое вот средство под глаза от Lumine, оно у меня закончилось, и у меня там оставалось совсем чуть-чуть его в тюбике, и я его отдала подружке, потому что она вообще не пользуется ни кремами, ни гелями, ни под глаза, ни на лицо, и, в общем, я ее начала как-то приобщать к этому, в общем, дала ей попробовать, потому что она говорила, что у нее аллергия на кремовые текстуры под глазами, у нее начинают опухать под глазами вот эта вот область, и я ей дала просто попробовать, ей, кстати, подошло, и очень понравилось вот это средство. По-моему, я показывала, ставлю фотографию, как выглядит этот гель под глаза от Lumine, очень мне нравится, если что, на следующее лето я его повторю, на лето вообще вот такая вот штука. Так, из разряда для лица у меня есть вот такие вот, в общем, были вот такие вот покупки спонжей для лица, здесь было их две штучки, один у меня в ванной, потому что я им смываю маски, когда наношу на лицо, он обычный такой розовый, от какой-то такой фушика, фирма какая-то, не знаю. Вот такой вот спонж у меня, мне, кстати, очень понравился, я хочу приобрести уже следующий, потому что этим я очень давно уже пользуюсь. Просто приобрела его очень давно, и хочу уже его сменить, очень удобно, и особенно когда он только новый такой, вообще прям драить кожу мне очень нравится. Покупала, кстати, его за 210 рублей, он стоит дешевле, чем спонж коньяку, и хватает его, в принципе, на то же самое время. Мне, кстати, казалось, что его хватит на меньшее время, но пользуюсь уже тоже около 3-2 месяцев. Еще у меня есть вот такая вот мочалка, которую я приобретала специально для того, чтобы мыть свое тело. В общем, она такая, как заявлено на упаковке, эффект скрабирования. Да, когда она только изначально новая, мне нравилось, она так еще хорошо драит кожу, но сейчас пользуюсь просто как мочалка, и, в принципе, она еще у меня в хорошем состоянии, никаких дырочек у меня, ничего. Фирма эта у меня вот такая вот. Так, еще у меня была в покупках вот такая вот зубная паста от Blendamed White Active Fluoride. Не знаю, 1, 2, 3 шага каких-то. Это с активным фтором. Ее уже у меня тоже половина, даже меньше осталось. И что хочу сказать, она, короче, такая идет белая, и, получается, здесь никаких вкраплений, нет ничего. Но, когда вы наносите, начинаете уже чистить зубы ею, получается, что в составе, мне кажется, присутствует сода обычная. Даже на вкус как-то на соду очень похоже. Обычная зубная паста какая-то, знаете, вот на вкус еще даже напоминает порошковую. Обычная такая порошковая паста, в которую добавили соду. Не знаю, зачем было тратить столько денег, когда нужно было сделать пасту самой, наверное. Я очень люблю, знаете, как в сплат, вот этот, который я люблю, лесные травы, эту пасту наносить на щетку, и уже пасту с щеткой окунать в соду. Тогда, вообще, супер, зубы беленькие такие, зубы чистые, и эффект еще дольше сохраняется чистых зубов. Чистая полость верта. В общем, еще у меня были покупки вот такой вот водички от Eryflame Divine. Она, ну, в стике идет такая. Я просто, знаете, почему ее взяла? Потому что, она, кстати, у меня закончилась уже. Я ее просто неистово вымазюкала, потому что сначала мне она не понравилась, когда я ее взяла. Как-то мне показалось, что она такая взрослая более. Но когда ее наносишь на тело, она как-то становится потом, когда выветривается, понежнее, и, ну, запах очень приятный. Поэтому я ее быстро вымазюкала. Она такая еще как-то более густоватая, масляная, что ли, я не знаю. В общем, запах прикольный. Divine – это такая голубая водичка. Там, я знаю, белая, по-моему, еще есть в белом флаконе. А это голубая была такая жидкость. Так, еще я приобретала тоже Gourmandis. У нас в Украине ее не продают. Нет такой. Обычную черную я брала. Все знают, как она выглядит. Очень мне понравилось. Здесь одно, что мне не нравится, что очень большая кисть и ворсистые вот эти кисточки я не очень люблю. Мои ресницы, они и так у меня довольно-таки закрученные. И когда я еще эту тушь наношу, то у меня иногда пачкается верхнее веко. Я не знаю, почему. У меня вообще никогда такого не было. Я не знаю, только в начале, наверное, когда я начинала только краситься. Но долгие годы у меня не было такого эффекта, когда я себе мазюкала верхнее веко. Но с вот этой тушью у меня и нижняя даже пачкается. В общем, не тушь виновата, а кисть. Она очень большая, на мой взгляд. Но тушь очень хорошая, мне нравится. Вот сейчас у меня глаза ею накрашены. это очень хорошая. Продолжение следует...